Эта автомойка на территории Моримола работает несколько месяцев. В день обслуживается до 100 машин. Ее владелец Николай Тюрин бизнесом доволен. А чтобы он пошел в гору, необходимы были средства. Их Николай получил в фонде микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Открылось здесь представительство и там удивительные были проценты. В начале 8-25, потом увеличилось 9% без всяких других посреднических, страховых сумм. Ничего. Вот 9% очень удобно. Я считаю, что это просто подарок к судьбе. Сначала бегал по банкам, но то документы долго оформляются, то процент не устраивал. С фондом отношения сложились сразу же. Любой индивидуальный предприниматель может получить хоть стартовую сумму от 100 тысяч рублей, хоть 3 миллиона на срок до 3 лет. Мы кардинально отличаемся от банков тем, что мы не коммерческая организация, государственная. Нашей целью является оказание поддержки бизнесу, предприятиям. Соответственно, ставки процентные по нашим займам гораздо ниже банковских. То есть уровень ставок от 6-25% годовых до 10% годовых. Фонд микрофинансирования предлагает привлекательные условия. Такое партнерство в 2-3 раза выгоднее, чем кредит на истории с банком. Вот, например, Светлана Захарченко оформляет договор на развитие стоматологической клиники. Для того, чтобы открыть свой бизнес, нужно сначала достаточно большие капитальные вложения, чтобы купить дорогостоящие оборудования и качественный современный материал. А потом бизнес, когда раскручивается, он уже может обеспечить себя сам. Но сначала нужно именно большие вложения, что обеспечивает фонд. Учредителем фонда является администрация Краснодарского края и средства, которые идут на субсидирование из краевого бюджета. А обращаться нужно в сочинское представительство фонда по адресу улица Конституции, 18, офис 620. На сегодняшний день у нас 34100 человек зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Всего же общая занятость порядка 76 тысяч человек. В том числе необходимо иметь в виду, что это социальная занятость, по сути дела, члены семьи. То есть малый бизнес играет огромную роль у нас в Сочи, поэтому, конечно, поддерживать его стараемся всеми способами. В основном это субсидирование и фонд микрофинансирования. Мы стараемся всех вовлечь в процесс поддержки. На сегодня займы через фонд микрофинансирования получили только шесть сочинских предпринимателей. Однако интерес к этой программе растет. Ознакомиться с программой и условиями фонда можно на сайте. Его адрес вы видите на экране. Елена Всецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.